Итак, ребята, сегодня разбираем с вами модуль 6 под буковкой C – «weekends» – «выходные». И перейдем к первому упражнению – «vocabulary». «Match the words to form phrases» – «соедините слова, чтобы образовать фразы». Ну, сразу на вскидку «write» – «что можно писать» – «email». «Plant» – «можно сажать» – «что?» – «цветы» – «the flowers». «Plant flowers» – «play» – «играть можно в саду» или с другом, да? Ну, давайте с другом. «Play with a friend» – «make» – «делать телефонный звонок» – «a phone call». «Work» – «работать» – «можно в саду» – «in the garden» – «and read» – «можно читать газету» – «newspaper». Все было достаточно просто. Перейдем к следующему упражнению. «What are the people in the pictures doing?» «Что люди на картинках делают?» Ребята, и я вам уже написала, да? Первое – «she is working on her computer» – «она работает на своем компьютере». Второе – «she is talking on the phone» – «она говорит по телефону». Надеюсь, вам видно. И третье – «they are working in the garden» – «они работают в саду». «What do you do at weekends?» «Что ты делаешь на выходных?» Ребята, здесь можно… Я не знаю, устные задания у вас это или письменные. Например, вы можете сказать… «I go to the cinema», «я хожу в кино» и «встречаюсь со своими друзьями» «and meet my friends at weekends». Итак, следующее упражнение. «Reading» – «Чтение». «Read about Harry Potter and complete the gaps». Прочитайте о «Гарри Поттере» и заполните пропуски. Я буду вам читать и сразу переводить. «Гарри встает в семь часов и надевает свой плащ». «Then he wakes up his friends hammering and run. Затем он будет его друзей – Гермиона и Рона». Предлог «at». «At half past seven they leave their rooms». «В половине восьмого они покидают свои комнаты». «В половине после семи, это половина восьмого. Они уходят из своих комнат». «At about half past eight have a big breakfast». «They» вставляем, да? «В половине около половины девятого, а у них большой завтрак». «Then класса ста». «Затем начинаются уроки». «In the afternoon, после обеда». «Harry finishes his lessons at around half past one». «Гарри заканчивает уроки в половине второго». «He learns a lot about magic». «Он узнает много о магии». «Сometimes he hides under his cloak and walks out of the classroom». «Иногда он прячется под плащом и уходит из классной комнаты». «In the evening, по вечерам». «He usually plays Kidditch, the favorite game of Wizard». «Он обычно играет...» «Ребята, я, честно, не помню». «Kidditch», да? «Любимая игра волшебников». «At half past six he does». «В половине седьмого он делает его домашнюю работу и волшебные трюки с его друзьями». «Harry doesn't go to bed before ten o'clock». «Гарри не ложится спать раньше десяти». «But he always wakes up early the next day». «Но он всегда встает рано, на следующий день». «Наверное, and» и идет на свои уроки. «It's hard being a wizard». «Тяжело быть волшебником». «Итак, а теперь мы с вами должны в третьем упражнении нарисовать различное время для Гарри Поттера». «Ну что ж, попробуем?» «Ребята, давайте я вам буду просто писать цифры, а вы вот здесь, а вы будете рисовать стрелочки сами, когда он встает и когда он завтракает. Итак, Гарри Поттер встает в 7.30 и завтракает в 8.30. Значит, и здесь мы пишем 7.30 вы рисуете стрелочки, завтрак у нас 8.30. «Делает домашнюю работу он в половине седьмого, то есть в 6.30 п.м.» «Да, после обеда это а.м. у нас было везде, а там у нас п.м. «И он идет спать в 10 часов». То есть стрелочки вы нарисуете сами. Так, ребята, ну на этом все. Следующий урок будет на написании письма. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики. Всем пока, всем счастливо!